Встречать нашу сегодняшнюю встречу я бы хотел в первую очередь со слов благодарности нашей сборной по дежурнику, которая в списке лицензии возможные, и соответственно наша сборная может теперь начинать полномерную подготовку, которая и приветственное слово скажет, и еще поздравит не только от своего лица всю нашу команду, и мы таким образом начинаем. Дорогие друзья, действительно приятное событие сегодня у нас здесь в Олимпийском комитете России, действительно триумфальное выступление нашей сборной команды по тяжелой атлетике, и хотелось бы от имени Олимпийского комитета поздравить всех ребят, которые проявили вот такой характер бойцовский, настроенность на победу, ну и главное, наверное, наших тренеров, которые проявили мудрость, способность руководить командой и привести ее к такому замечательному успеху. Хотелось бы отметить, что у нас тяжелая атлетика, чемпионат мира по тяжелой атлетике, он один из последних в ряду тех чемпионатов, которые проходили по другим видам спорта, и приятно отметить, что тяжелая атлетика, она показала один из лучших результатов среди всех чемпионатов мира по другим видам спорта, которые проходили. Это приятно, то, что вот сегодня мы видим этажовую атлетику в передней части нашей олимпийской команды, или колонны, которая будет готовиться к Олимпийским играм и выступать на Олимпийских играх. И очень приятно, конечно, что все без исключения были как единая команда, команда, которая действительно на американском континенте, там не просто выступать, может быть, не все нас до конца любят, но вместе с тем показали, что мы действительно команда, способная бороться в самые высокие места. Я еще раз хочу поздравить всех, без исключения, с этой громадной победой, а также вот приятное событие. Мы получили телеграммы президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина, который поздравил наших вот золотых медалистов. В частности, значит, Татьяна Юрьевна Кашириной. Вадим Владимирович пишет, уважаемая Татьяна Юрьевна, примите поздравления с победой в Хьюстоне. В упорной напряженной борьбе вы проявили качество чемпионки и одного из лидеров нашей национальной сборной. Продемонстрировали отличную подготовку, характер, бойцовский настрой. Вновь убедительно доказали, что достойно быть первым. Первый. Желаю вам новых достижений. Удачи, всего самого доброго. Владимир Владимирович Путин. Я бы хотел телеграмму передать. У нас, я вам признаюсь, далеко не всем победителям чемпионатов мира направляются такие телеграммы. Это особое признание за слуг успехов наших спортсменов. Следующая телеграмма Вовчеву Алексею Владимировичу. Уважаемый Алексей Владимирович, поздравляю вас с триумфом, отличная физическая подготовка, железная воля. И мы по-настоящему спортивный, неизгибаемый характер помогли вам с блеска выступить на чемпионате мира, победить именитых соперников, установить новые мировые рекорды. Ваш успех стал ярким, убедительным подтверждением лидерских позиций отечественной школы тяжелой атлетики. Желаю вам здоровья и удачи. Всего наилучшего. Владимир Владимирович Путин. Пожалуйста, я вам тоже передаю. Еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ И телеграмма АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Артем Максимович, вы триумфально выступили на чемпионате мира питажовой атлетики в Хьюстоне. Предзошли в тактике, мастерстве сильнейших соперников. Открыли золотой счет нашей сборной. Поздравляю вас с этой красивой, убедительной победой. Желаю вам новых успехов, удачи. Всего самого доброго. Вадим Вадимович Путин. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Настающая победа. И вот хотелось бы, чтобы мы также единой командой, единой, вот такой целеустремленной и дружной командой вошли в этот Олимпийский год, который для нас будет очень непростым. Вы знаете, не всем все у нас там нравится, и не все нас до конца любят, но вместе с тем мы должны доказывать своими победами, своим характером, своим умением, доказывать, что мы можем побеждать, что мы готовы завоевывать самые высокие места. Еще раз всем в добрый путь. Главное, чтобы не было травм. Главное, чтобы у всех было хорошее настроение. И добрый путь в Олимпийский год. Всем доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Это талисман на будущих игр на счет... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЛИРИ Но, не знаю, откуда такая информация была, я вам и тогда сказал, и сейчас говорю, что это не правильно. Все выехали и довольно таки неплохо выступили. Это первое. Второе – я бы хотел сказать огромное спасибо В первую очередь именно консульству в Хьюстоне, в Техасе, которые все дни, где наши весовые категории принимали участие, они вместе с генеральным консулом Захаровым Александром Константиновичем присутствовали. В количестве их там в консульстве работает 25 сотрудников, все они присутствовали, все они болели с флагами, сидели на трибунах, кричали, переживали. И наши спортсмены, естественно, чувствовали эту сильную поддержку и таким образом очень было радостно, тем более пригласили, будем говорить, на дружеский ужин, где работники консульства во главе с господином Захаровым могли вот так вот и свободно, воочию пообщаться с нашими спортсменами, тренерами, пофотографироваться, это немаловажно. Такого, по крайней мере, на своем веку, как и будучи спортсменом, я не помню, это впервые действительно, что консульство поддерживало очень сильно. Это громадное спасибо им. То, что касается выступления ребят, многие спрашивали перед тем, как мы туда поехали, значит, какие прогнозы, сколько будут медалей. Медалей, будем говорить, мы конкретно не планировали, потому что задача была номер один, это завоевать лицензионные путевки на Олимпийские игры. Потому что, вы все знаете, по итогам двух чемпионатов мира разыгрываются максимальные квоты на Олимпийские игры. Сборная команды России и женская, и мужская с этими задачами справились. Они заработали первые лицензионные путевки в прошлом году в Алма-Ате на чемпионате мира. В этом году мы забрали все лицензионные путевки и в полном составе команда сборной России должна выехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Это шесть мужчин и четыре женщины. Каждый, кто как выступил, вы все прекрасно видели. Все болели, поклонники, любители тяжелой атлетики. Действительно, это неплохое, замечательное было выступление. Тем более, то, что касается мужской части, у нас был один рекордсмен мира, сейчас добавился второй. Это Ловчев с 96-го года с Атланты, с Олимпийских игр. У нас не было мировых рекордов в этой весовой категории. И вот Алексей Хюстоми установил два сразу мировых рекорда, которые держались больше 10 метров. Знаменитого иранского спортсмена Резозаде. Вот Леша умудрился, будем говорить, снять эти все рекорды и застолбить свою фамилию на строчке этих больших килограммов. Ну, а более подробно о выступлении, я думаю, что расскажут сами участники этого чемпионата мира и также главные тренеры. И здесь присутствуют и личные тренеры, потому что без личных тренеров, вы знаете, тоже команда не строится. Также медицинские сотрудники команды. Сергей Александрович, Андрей. Андрей и участие на чемпионате мира вел команду. Дальше рядом Александр Аносов, тоже тренер Чена Олега. Задача выучить все имена. Я предлагаю сейчас дать слово старшим тренером, главным тренером, женским тренером, Татьяне, нашим героем Зубовым. Зубовым завоевала бронзовую медаль, тоже на чемпионате мира. Наша команда представляла себя в полном составе, 7 человек. Поддерживается то, что он, наверное, в хирургии, в мусторе. Но то ли сказалась адаптация, пока мы не знаем, будем делать выводы. То ли спонсорен перегорел психологически. То есть, один удачный подход, который в руке получился. В толчке очень легко упал на грудь. С другой тоже такая же проблема. Еще и получил травму. Единственная, наверное, из всей зубовной команды, которая постоянно подчеркнула техники, занимается их зарядкой. И в межтренеров те подняла, в толчке у нее коронное это упражнение. На тренировках она справлялась с весами 143-го раза. Толкнула. Ушла до любые оценки. Тоже будем с личными тренерами встречаться в начале года. Сколько? Евстюхина, прошлогодний чемпион мира, Надежда. У ней были проблемы, в время подготовки, там со спиридовым издом. На соревнованиях опять болячки отрылись и не смогла на свою... Да, это выступление. Я думаю, уже все и так поняли, что все прошло как можно лучше. Все сложилось удачно. Если честно, я готовился на этот результат. И сразу думал, что подниму то, что от меня будет требовать ситуация. Ситуация сложилась так, что мне пришлось поднять себя и шею 215. Если нужно было больше, поднял бы больше. Также хочу сказать, что этот старт, он очень удачный, но нельзя на этом останавливаться. Нужно дальше двигаться вперед и только совершенствоваться. И так сказать, не только эфилизмом, но и духовно, морально. И еще хотелось бы сказать всей России, быть благодарным за поддержку. Это очень важно для нас, для спортсменов. Потому что без поддержки мы тоже немножко сладеем. И чем больше поддержки, тем не сильнее. Спасибо вам всем большое. Спасибо за поддержку и за поздравления. Нам всем очень приятно. Артем Агонский, спасибо, что вам слово дадим. Тоже ваши впечатления и эмоции от чемпионата мира. Ну, конечно, эмоции самые, что на есть, положительные. Очень доволен выступлением как и своим, так и своей, так и нашей сборной. Мы указали всему миру, что мы являемся самым сильным. Прекрасно был организован чемпионат мира. Размещение прекрасное. Зал отличный. Все очень понравилось. Очень старался выступить как нужно лучше. Потому что в прошлом году такой фиаско потерпел. Вновь-таки я получил левую оценку. И, конечно, морально было тяжеловато. После такого выступления пришло до меня. Но я собрался. Сделал все, что было в моих силах. Сработал на шесть подклодок. Установил два мирового рекорда. Принес команде три золотые медали. Очень доволен. Я думаю, что и все те, кто поддерживал меня, все те, кто болел в меня. Также доволен моим выступлением. Спасибо всем большое, кто работал со мной в моей команде. Моему тренеру Волчу Владимиру Васильевичу. Это мой отец. Второму тренеру Сергею Викторовичу Уронову. Также большое спасибо Александру Ивановичу Уронову. Это вот три человека, которые меня выводили на самих соревнованиях. Настраивали меня на победу. Правил мою новую тактику. Рассчитали разминочные подходы. И все сделаем на высшем уровне. Ну и также, конечно, благодарю всех тех, кто поддерживает меня, как и финансово, так и морально. Морально, это в своей регионке, когда я выступаю. Это Москва, юность в Москве. Генеральному директору Москва спорта большое спасибо за поддержку. Моему начальнику, так скажем. Это Абдул Меджидову Максиму Макдумовичу. Спасибо большое. К клубу ЦСКА, за который я представляю интересы, за который я выступаю. Очень рад, что я оказался в этом замечательном клубе. Это для меня большое значение. Я очень горд, потому что я могу представить интересы спортивными клубами. Всех поблагодарили Алексею. А скажите, правда или нет, что за месяц до чемпионата мира примерно была травма, и если это правда, то каким образом за месяц, причем травма такая, не сказать, что простая совсем. Это, наверное, кому благодарность, что вы сумели выступить все-таки. И не просто выступить, а выступить так, как вы выступили. Да, произошла такая неприятность у меня чуть больше, чем за месяц до старта. Серьезная травма произошла. У меня во время тренировки в приседаниях надорвался миск. Получилось серьезное воспаление. На следующий день я даже ходить не мог. Надо бы наступать. Но мы оперативно попали так вот к очень замечательным людям. Это ФЦТО Москва. К Миронову Сергею Павловичу и к Орлецкому Анатолию Корнеевичу. Это высочайшие профессионалы в своем деле. Они быстро поставили мне диагноз, посоветовались, решили. Назначили мне правильное лечение. И с каждым днем у меня все лучше и ничего лучше. Я потихонечку тренировался. Было, конечно, тяжело, потому что приходилось ездить на процедуры, в Москву и тренироваться. И тренироваться и лечиться одновременно. И морально тяжело было, и в физическом плане. То есть мы справились. Благодаря всей моей команде, все меня поддерживали, все всячески помогали. Так вот получилось, что я не только выиграл чемпионат, но и устраивающие рекламы. Спасибо большое. Переходим. Вот этот поезд на нем автограммы всех спортсменов. Это проритетный скандал, который будет в частном музее в экспозиции. Дома правильщиков. Спасибо большое. А сейчас вам спасет вас. Вас как старших, и прошу после того, как сейчас пресс-конференцию вскорить. Хотели подарок у нас команде, подарки дарили. Потом мы все это действительно соберем. И вот на этом будем воспитывать наш молодежь. Поэтому это очень ценный подарок с автографами. Установили мировые рекорды и победили. Выиграли золотую медаль, большую золотую медаль, в день юбилея великого нашего атлета Юрия Абласова. Для вас это что? Приятно очень. Великий атлет, известнейший во всем мире 80-летним юбилеем. По-моему, 5 декабря, если я не ошибаюсь. Ну, вот такой подарок мы ему преподнесли от нашей сборки на его юбилею. А вы вообще изучали его биографию, смотрели записи, может быть, с его соревнований? Да, конечно, записи видел. Там видео, какая-то старая, есть в интернете, можете смотреть. Ну, восхищен, конечно. Такой первопроходимость, можно сказать, был. Рекорды в сумасшедших во времена. Можете сказать, что вот ваше соперничество с Албегом, да? Такое же точно, как у Абласова-Белаш-Жабадинского? Или пока рады, Сергей Александрович, об этом говорить? А это вопрос о мне или о Литвине? И вам или... А, смех, просто давайте. Это вот так вот. Ну, дело в том, что в том году они выступали на чемпионате мира, и, как уже было сказано, у Алексея не заладилось первое движение, он получил нулевую оценку, а во втором движении стал чемпионом мира, завоевав малую золотую медаль. Но, в отличие от Алексея, от Руслана Албегов, он становился подряд двукратным чемпионом мира. То есть, это говорит о том, что у парня стабильность есть, парень все время готов, это я имею в виду про Руслана. И, как сказал главный тренер, хотелось бы, конечно, их увидеть на одном помосте, и именно на Олимпиаде. И вот там уже бразильский помост бы поставил все точки над «и». Кто из них есть кто? Потому что и Албегов близок к мировым рекордам, но самое главное для нас и радостно то, что сейчас, на сегодняшний день, все эти результаты принадлежат именно российскому спортсмену, а не иранскому. На Олимпиаде, получается, можно сдваивать веса, да? У обоих есть лицензии? Конечно, конечно. Вот поэтому Руслан завоевал лицензию в Алмате на прошлогоднем чемпионате мира и сейчас на кубке президента, который тоже дает международный старт. То есть, вы должны понимать, по итогам двух чемпионатов мира, двух международных стартов, складывается та система, по которой отбираются для участия на Олимпийские игры. Если у спортсмена нет двух международных стартов, то он на Олимпиаду попасть никаким образом не может. А наш кубок президента гран-при, кстати, юбилейный, который будет проходить в Грозном 11-14 декабря, он дает это право. И поэтому Руслан выступит на этом кубке и завоевает также второй международный старт, который даст ему право выступать в Риме. Но, Ксения Александрович, чтобы вы тоже понимали, для представителей... ...садывается по итогам двух чемпионатов мира лицензии. Если те сборные команды, которые завоевывают эти лицензии по двум последним чемпионатам, так как в Олимпийский год у нас чемпионата мира нету, у нас остается Европа. Те страны, которые не завоевывают лицензии, они могут одну квоту завоевать, если мы относимся к Европе, то значит на предстоящем чемпионате Европы. Азиат и у себя в азиатских играх. Это все идет до Олимпийских игр. И также Куба Президента у нас тоже стоит в плане Международной Федерации в марте месяце, где тоже все спортсмены, которые не завоевали второй международный старт для себя лично, они могут приехать и этим самым попасть на Олимпийские игры для своей страны. У нас у мужчин идет по итогам двух чемпионатов мира, если общекомандное место с первого по шестое, это подряд становишься, это дает максимальную квоту шесть человек. У женщин с первого по девятое место, это дает квоту четыре человека. Если на чемпионат мира Европы и едут 15 человек, то на Олимпийские игры поедут 10 человек. Спасибо еще и прочее. Перед тренерами, медицинскому персоналу, это самое главное дожить до Олимпиады без всяких болячек и выехать именно тем составом, который даст возможность для завоевания высшей крови медали. У нас спортсмены есть, которые могут сразиться на этой Олимпиаде, поэтому с вашей стороны просто поддержка. Если будет поддержка и будет все хорошо, то я думаю, что все должно сложиться. А про то, что вы говорите, как раньше готовились, я думаю, что наш уважаемый Васильевич, он может рассказать, тем более он в свое время тренировал и самого Василия Ивановича Алексеева, самого знаменитого в 20 веке спортсмена. То есть он может подробную подготовку рассказать, сколько он поседал, толкал, рвал и так далее. Как будет осуществляться финансирование конечной подготовки, конечного этапа подготовки к Олимпийским играм для тяжелоатлетов, как будет контролироваться, чтобы не дай бог, в общем, не было какой-то самодеятельности со стороны тренеров и спортсменов, и не было скандалов, таких как в легкой атлетике. И последнее, как будет задействован инновационный центр подготовки. Спасибо. Ну, по финансированию сегодняшней, слава богу, проблем у нас нет с финансированием. Узнать, что идет. Основная часть финансирования – это бюджетное финансирование через Министерство спорта. Весь календарь на сегодняшний день, он, в принципе, при всех сложностях, которые сегодня есть с бюджетом, он финансируется. Дополнительно идет финансирование за счет средств Олимпийского комитета. У нас есть контракт с Газпромом, договор с Газпромом, который именно предусматривает дополнительное финансирование для сборных команд, готовящихся к Олимпийским играм Рио-де-Женера и Пехенштейн. Поэтому то, что не будет обеспечено по бюджету, все будет обеспечено за счет средств Олимпийского комитета. На сегодняшний день практически все заявки, которые поступают к нам в Олимпийский комитет от Федерации, от Министерства спорта в поддержку этих заявок, они все выполняются. Это касается и закупок дополнительного инвентаря и оборудования, это касается в ряде тренеров, у нас есть иностранные тренеры, достаточно большой корпус, это особенно зимних видов, летних, слава богу, пока обходим со своими тренерами. И учебно-тренировочные сборы, те, которые не финансируются за счет средств бюджета. Поэтому на сегодняшний день, особенно что касается подготовки к Олимпийским играм, участия нашей команды, это будет все за счет средств Олимпийского комитета, именно участия команды, это по хартии предусмотрено и соответствует закону. Поэтому на сегодняшний день, слава богу, в этом вопросе у нас проблем нет. Я правильно выяснил, да? Подтверждаю. Что касается второго вопроса, контроль, ну контроль, он у нас осуществляется, сейчас есть проблемы с антидопинговой мораторией, но в принципе он должен осуществляться в соответствии с теми требованиями, которые есть в первую очередь в Министерстве спорта. Я имею ввиду предвоездной контроль и текущий контроль, ну и все спортсмены, которые участвуют в тех или иных соревнованиях, они проходят контроль после прохождения, после окончания соревнований. Поэтому контроль осуществляется, и я думаю, что вы правильно задали вопрос, на это надо сегодня обращать внимание, и политическая работа должна вести, и руководство федерации, и те организации, на которых, возможно, эти функции должны эту работу проводить более активно. А, инвестиционный центр. А, инвестиционный центр, но он сегодня используется достаточно активно. Я хочу сказать, что сейчас заинтересовались уже и территориальные организации для тестирования команд, которые не являются членами сборных команд. Многие сегодня проходят здесь обследования и не олимпийские виды спорта, потому что вы знаете, что за всю работу, связанную с медицинским, медико-биологическим обеспечением, несет ответственность Федеральное медико-биологическое агентство. Но вот то, что здесь происходит, это в добавлении к тому, что делает Министерство спорта и Федеральное медико-биологическое агентство. Федеральное медико-биологическое обращение? Все, что там закупалось и делалось, оно тоже используется сейчас активно. Поэтому дай Бог, чтобы мы и дальше совершенствовали деятельность, потому что без науки сегодня двигаться дальше невозможно. Коллеги, заключительный вопрос, пожалуйста. Очень было приятно. Все, пишем. Да, пишем. Да, здравствуйте. Впечатления от чемпионата, ну естественно, эмоции зашкаливают от такого хорошего выступления. Очень сильно старался я, но очень много было пройдено, особенно на тренировках. Через боль, через пот и кровь. Все, как говорится, прошел. И выложился. Самое главное, что я реализовал себя на этом мире, показал все, что мог. Ну и, конечно, если бы надо было больше, я его показал больше. А в России много у вас конкурентов вообще в этой категории? В России мой основной конкурент – это мой друг и товарищ Пьево Хадов. В основном мы с ним только соперничаем. Но это нехорошо, потому что это, так сказать, спортивный задор, что ли. Это, наоборот, еще лучше дальше. Ну вот лидер команды, тяжеловес, Алексей, поднял два мировых рекорда. Да. А вы вообще готовы внутренне на таких рекордных весах? Внутренне я год назад ходил на мировой рекорд в толчке. И если бы толкал, то было бы тоже два мировых рекорда в толчке в сумме. Но тогда я, может быть, немножко эмоционально не был готов преодолевать такие килограммы. То есть это я ходил 218 килограмм в толчке. И следующий год, дай бог, если ситуация сложится таким образом, что надо будет пойти на мировой рекорд, я надеюсь, что я не подведу ни себя, ни Россию. А удалось походить по Хьюстону до или после, может быть, соревнований? Посмотреть там много действительно людей в шляпах и сапогах ходят? Если честно, это стереотипы, конечно, американские. В шляпах и сапогах никто не ходит. А если честно, как вы знаете, прилетели мы туда, грубо говоря, за два дня до выступлений. И до выступлений походить не было времени. А после выступлений постоянно смотрели наших ребят, наших девочек и парней. Нельзя же было пропускать их выступления. Нужна же поддержка российская. А потом, после выступления, да, мы поездили по экскурсии, на экскурсии, посмотрели город. Ну, красиво, как фильмов показывает Америка. Ну, ковбоев не видели, да? Ковбоев не видели. А шляпу как будете? Будете носить? Или просто будет висеть, как вы? Шляпа эта пусть останется моим памятным сувениром, чтобы я не забывал. Спасибо, удачи вам в Рио.